Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. Анапа активно готовится к курортному сезону. Идут работы по благоустройству и зеленению города. Правда, сильнейший ураган, бушевавший в городе несколько дней, принес множество разрушений. Коммунальным службам пришлось работать в круглосуточном режиме. Специалисты оперативно восстановили поврежденные электросети. Также на этой неделе было выполнено поручение мэра города о демонтаже ролетов на верхней набережной. Борьба с несанкционированной торговлей в городе еще будет продолжаться. На этой неделе Анапское районное казачье общество избирало нового атамана. По сложившейся традиции, отчет перед старейшинами властью города держал прежний атаман. Принимал участие в столь важном для города мероприятии мэр Анапы Сергей Сергеев. По его словам, в городе скоро будут созданы 4 микрорайона, где будут работать председатели, секретари, ветеранские организации и казаки. Атаманным большинством голосов вновь выбрали Валерия Плотникова. Стартовал второй этап реконструкции улицы Ленина и Азовская. Старые трубопроводы будут заменены на новые, более технологичные, с минимальным количеством тепловых потерь. Они отвечают всем современным стандартам. Новые трубы прослужат курорту не одно десятилетие, поскольку их срок службы в три раза больше, чем тех, что производили в Советском Союзе. В перспективе у тепловиков стоит важная цель – провести модернизацию оборудования, чтобы улучшить снабжение жителей Анапы теплом. Всего будет заменено порядка двух километров теплотрассы. Разрешение на проведение работ выдано до 15 мая, но тепловики планируют закончить раньше. Страшная авария произошла на трассе Новороссийск-Порт-Кавказ. Анапчанка на высокой скорости выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ВАЗ-2106, в которой находилось пятеро человек. Все они погибли на месте. Водитель Мазды была доставлена в больницу. Девушка впала в кому, но потом состояние улучшилось. Ее довольно быстро перевели из реанимации в травматологическое отделение. О том, что грозит водителю за ДТП со смертельным исходом, мы расскажем на следующей неделе. Анапчанин Олег Чен стал победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В Албании, где проходил чемпионат, россияне стали первыми в неофициальном медальном зачете, завоевав 8 золотых медалей из 15 возможных. Олег Чен стал победителем весовой категории до 69 килограммов. У него лучший результат среди всех участников турнира в сумме двух упражнений – 331 килограмм. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Иностранные жители Узбекистана и Таджикистана должны легально трудиться в Анапе. Утрижский заповедник руками ребенка. В Анапе наградили победителей акции «Марш парков». И снова в строю. В Анапской роте ДПС заработал Совет ветеранов МВД. Об этих и других событиях подробнее. В администрации курорта состоялось очередное заседание комиссии по межнациональным отношениям, в ходе которой, в частности, обсуждались вопросы, связанные с незаконной миграцией. На совещании были приглашены застройщики, которые привлекают на работу иностранных граждан из Таджикистана и Узбекистана, тем самым нарушая миграционное законодательство. С места событий наши корреспонденты. «Базовая задача власти на всех уровнях заключается в укреплении гармонии и согласия в мегонациональном российском обществе», заявил в начале совещания замглавы Сергей Козлов. И подчеркнул, что халатное отношение к контролю за миграцией в конечном итоге негативно сказывается на безопасности анапчан и гостей курорта. «Большая концентрация недостаточно устроенных в бытовом плане рабочих данной категории негативно влияет на криминогенную обстановку и может создать очаги социальной разреженности на территории муниципального образования в город-курорт Анапы. «Большая концентрация, принимаемая на работу и нагородные граждане, как показывает статистика отдела МВЖ, нередко совершает правонарушение преступления, кражи, разбой, драки и также убийства». По данным управления Федеральной миграционной службы, приток мигрантов в последнее время значительно возрос. Только за первые три месяца текущего года на миграционный учет поставлено более 7 тысяч человек, в то время как в прошлом году эта цифра не превышала 4,5 тысяч. Около 50 организаций и индивидуальных предпринимателей привлекают на работу иностранных граждан. Всего порядка 640 человек. По данным УФМС, рабочую силу из ближнего зарубежья генподрядчики активно используют на строительных объектах Министерства обороны. «У нас курортный детский город, у нас дети. И я не хотелось бы, чтобы наших детей насиловали, убивали. Если вам далеко, безразлична судьба нашего населения и наших детей, но нам не безразлично, значит обязательно направление в прокуратуру и в военную, и в нашу прокуратуру. Для того, чтобы принять меры воздействия по отношению к этим руководителям, которые на сегодняшний день не обращают внимания на наши призывы». Оперативно-розыскные мероприятия по выявлению нарушителей миграционного законодательства идут практически в круглосуточном режиме, но работу усложняет изощренность организаторов миграционного бизнеса и несовершенство миграционного законодательства. Вадим Родин, Анапа-регион. На этой неделе во всех подразделениях органов внутренних дел участвовали старших товарищей, тех, кто стоял у истока в становлении традиции службы и охраны правопорядка. На территории Кубани действует 131 ветеранская организация, в которой состоят более 13 тысяч ветеранов. Анапа в этом плане уникальна. Городская рота ДПС первая на Кубани создала собственную организацию ветеранов внутренних дел. Познакомиться с ними отправился наш корреспондент. Конечно, глядя на молодые лица членов Совета, трудно назвать их ветеранами. Тем более, что бывших сотрудников органов внутренних дел не бывает. Они и сейчас активно участвуют в жизни родного подразделения. Передают опыт молодым сотрудникам, вносят свои предложения в организацию службы. Праздником ветеранов поздравил командир роты Александр Смирнов. Мы создали совет ветеранов, потому что считаем, что когда мы здесь у себя дома, мы ближе находимся друг к другу, и каждый может как-то помочь друг другу и оказать помощь. Хотя я смотря на вас, многих уже давно не видел, не вижу вас ветеранов. От себя лично я поздравляю всех вас. Желаю вам счастья, здоровья. Берегите себя, берегите себя. Есть у вас теперь, вы заслужили и пенсию. У вас есть все для того, чтобы сегодня провести и встретить нормальную старость. У ветеранов появился свой председатель. Им стал Юрий Высоцкий. В былые годы он был первым заместителем командира по кадрам. Этот человек знает все о каждом сотруднике. И сейчас на пенсии готов им помогать. Вот, например, наш бывший инспектор кадров, Праксин, несколько лет назад умер. У него пятеро детей, все сыновья. Командование РОД, особенно Александр Смирнов, Постоянно помогает семье, уделяет внимание. Ну и мы теперь будем уделять. Мы созданы совсем недавно, всего несколько месяцев. Но уже у нас планы такие, чтобы помогать всем нашим ветеранам. В завершение встречи историческое фото на память. Как участники первого и пока единственного на Кубани Самостоятельного совета ветеранов органов внутренних дел. Вадим Родин, Анапа-регион. Заповедник Утриш во второй раз проводит в Анапе акцию марш парков. Акция приурочена ко Дню Земли и ежегодно проходит в апреле во многих странах мира. Марш парков – международный праздник особо охраняемых природных территорий. О том, как провели этот праздник юные анапчане, расскажет Алина Гумирова. Задолго до праздника воспитатели детского сада «Пчелка» вместе с ребятами старшей группы начали трудиться над макетом Утришского заповедника. Кропотливая работа растянулась на полгода. Основным материалом послужил бисер. И, по словам педагогов, выбрали бусины не случайно. Так как детский сад у нас компенсирующего вида, и детки у нас с нарушением опорно-двигательного аппарата, поэтому это идет и внимание, и усидчивость, и развитие мелкой моторики. С ясельной группой малышам прививали любовь к окружающей среде. И на вопрос, нужно ли оберегать природу, все единодушно ответили согласием. Ее нужно оберегать, потому что не будет зверей, не будет никого на земле. Потому что мы все на одном планете живем. Растения – это очень, очень важные живые организмы, которые выдают кислород. Нужно оберегать природу, потому что там тоже польза. Коллектив детского сада и не предполагал, что их макет займет первое место в конкурсе в номинации «Лучший макет заповедный уголок Утреша». На церемонии награждения участников и победителей воспитатели не сдерживали слезы радости. С таким интересом, желанием они у нас работали. Мы даже сами не ожидали, что у нас будет такой результат. Действительно счастливые чувства, эмоции переполняют. На конкурсе было представлено множество работ учеников, дошкольников и жителей Анапы. Организаторы праздника «Заповедник Утреш» наградил грамотами всех победителей и подарил им подарки. Акция проводилась в целях организации общественной поддержки природного заповедника «Утреш», привлечения внимания населения к вопросам охраны природы и воспитания чувства гордости за природное наследие. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. В преддверии санитарной недели студенты Анапы планируют масштабные экологические десанты практически во всех микрорайонах города. Сегодня ученики медицинского колледжа начали уборку на старом кладбище в районе Высокого берега. За много лет там накопилось столько мусора, что вычистить за несколько часов даже сотни студентов не удастся. Тракторную телегу наполнили доверху меньше чем за час ветками, стволами деревьев и просто мусором. Поэтому уборку территории кладбище решили продолжить и на следующей неделе. Тем более, что скоро день поминовения усопших. Согласно постановлению губернатора Александра Ткачева, 13 мая на Кубани выходной день. Сегодня в детском парке в районе речки Анапки собралась самая спортивная молодежь Анапы. Там проходил заключительный этап третьей студенческой спартакиады – кросс-биатлон. Организаторы соревнований собрали самых активных ребят города. В непростой эстафете соревновались 9 студенческих команд, 5 вузов и 4 СУЗа. Задача участников – пробежать 500 метров и поразить две мишени из пневматического оружия. Лидерами соревнований среди высших учебных заведений стала команда филиала Московского гуманитарного университета имени Шолохова. А между средними учебными заведениями лучшей стала команда АСТ. Трассы немножко сложноватые, зеленые, чтобы нормально побегать, кочки и стрельба немножко. А так все вообще шикарно прошло. Мы готовились, так что не зря готовились, нам понравилось. Мы опять первые. Древняя карта Турецкой, а ныне Анапской крепости, обнаружена в военно-историческом архиве Подмосковного Подольска. Артефакт обнаружил житель станицы Благовещенской Павел Стешко, капитан 2-го ранга, увлекающийся исследованиями родной Анапы. Оказавшись в Подольске, он изучил исторические первоисточники и обнаружил атлас крепостей Российской империи. Вадим Родин разбирался в древней системе координат. На карте видны все семь бастионов крепости, ров, который проходил вдоль нынешней улицы Ленина, кузницы, лазареты, артиллерийские погреба и прочие постройки. Крепость заложили итальянские купцы. В 18 веке ее захватили и отстроили турки, чтобы укрепить свои позиции на побережье вблизи Кавказских гор. Русские войска штурмовали ее шесть раз, и только в результате последнего похода, в 1828 году, Анапа навсегда отошла к России. Тогда топографы и составили эту карту. Это, получается, первая карта, именно составленная топографами военного ведомства после включения Анапы в состав Российской империи. Карта, конечно, грешит некоторыми неточностями. Существуют более точные карты, это, допустим, 1812 год, но при последнем штурме Анапы в 1828 году эти неточности были выявлены. Ну, также еще до штурма в ходе агентурной работы. Сейчас от крепости остались одни ворота. Они названы русскими в честь освобождения Анапы от турецкого ига. Отсюда крепостная стена протянулась на три с лишним километра, а в высоту она достигала 8 метров. Теперь уцелевшие фрагменты крепости превратили в памятник османской военной архитектуры 18 века. Это одна из главных достопримечательностей курорта. И вот любопытно, именно хаотичное расположение улиц, уже наличие садов и красным цветом обозначены дома, которые по существующей в это время системе условных обозначений, это дома, которые, судя по всему, были каменные, долговременные постройки, способные выдержать оборону. В долине реки Суко существовала верфь, причем существовала она как минимум до конца 40-х годов 19 века. В 1847 году последнее о ней упоминание. Но верфь была, строили, конечно, не на благо России, а строили контрабандные суды для секретной торговли с Османской империей. Все карты после 1942 года были стандартизированы по английскому типу. Вот, например, карта Анапы образца 1952 года в новом формате с историческими названиями поселений и лиманов. Акватория Кизелтажского и Витязевского лимана на современных картах даже не наносится. Дублирующие названия все знают Кизелтажский лиман, а там на всякий случай внесено историческое название Кубанский лиман. Станица Анапская, она уже сто лет как не являлась Анапской, но там она нанесена как Анапско-Николаевская. Описанием Кизелтажского лимана проводил участник экспедиции Джеймса Кука, астроном был в его экспедиции, впоследствии на русской службе Биллингс. Во время строительства стелла города воинской славы рабочие наткнулись на крепостную стену. Это доказывает подлинность найденной карты. Она теперь сама как памятник истории, который будет бережно храниться в археологическом музее. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-Регион. После короткой рекламы прогноз погоды, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В субботу 20 апреля в Анапе будет солнечно и относительно тепло. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью до 10 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 6-8 метров в секунду. Температура воды в Черном море 11 градусов со знаком плюс. Воскресенье 21 апреля в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 12-14, ночью около 11 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 11 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.